добрый день павел юрьевич добрый день уважаемые коллеги мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу и по традиции видно слышно видно рабочий стол пожалуйста обозначить и пожалуйста плечиками в чате или минусиками ага все все в порядке отлично презентация презентация в ресурсах уже выложена поэтому можно сходить скачивать в избежание последующих вопросов да да можно можно забирать пользоваться и сегодня у нас быть такая небольшая тема надеюсь все таки научиться укладываться в час отведенного времени для вебинара они в привычные для преподавателя полтора часа насколько бы времени не дали у преподавателя все равно все превращается в одну пару но сегодня постараемся постараемся уложиться в виду ограниченности ресурса времени сегодня у нас тема про авторство и я сегодня вам скорее поделюсь расскажу до тем тем что что я узнала с чем мне пришлось столкнуться работая в творческом коллективе создавая таким совместным творческим трудом книги которые расходились расходятся я надеюсь еще будут расходиться тиражами в основном эта тематика тайм-менеджмента и в основном это почему я немножко поменяла название вебинара из опыта коллективного написания книг потому что практически все эти книги это либо дела последний у нас стал вообще таким деловым бестселлером тайм-менеджмент полный курс хотя выросла из учебного пособия но то о чем мы сегодня будем говорить оно применимо к написанию любой литературы которая создается любых книг которые создаются в коллективе соавторов в том числе и научных монографий но если исходить из определения научной монографии на утвержденном 2003 году такое принятое определение что это научный труд написаны одним автором или в соавторстве с другими посвящены единственному вопросу или теме то в принципе любое последние особенно две книги они как раз подпадают под это определение единственная тема написаны в соавторстве но в принципе можно отнести каким-то образом к монографии хотя чисто научным трудом они конечно скорее всего наверное не являются но здесь вопрос сегодня пойдет немножко о другом о том как выстраивается работа именно в соавторстве поэтому больше больше будем говорить про соавторство и так уж получилось что практически все из этих книг они были написаны именно в коллективе соавторов начиная с 2007 года поэтому много чего было много шишек набили много вопросов пришлось решать и сегодня вот я решила поделиться с вами вот такими хрониками вспоминая прошлое теми моментами на которые можно натолкнуться когда работаете в соавторстве ли только планируете начинать работу с тем чтобы избежать каких-то ошибок не не повторять ошибок прошлого и все началось у нас в 2007 году когда на была образована кафедра тайм-менеджмента тогда еще московской финансово-промышленной академии синергии сейчас это университет синергия и все началось с того что действительно не было ничего не было учебного пособия не было материалов не было ничего была только методика тренинга и вот разработка начиналась практически с нуля и встала перед нами большая задача в короткие сжатые сроки разработать и подготовить учебное пособие по тайм-менеджменту которое можно было бы использовать в учебном процессе и и вот тогда мы действительно ушли в очень такой жесткой пике вроде бы собрали хороший коллектив соавторов соавторов было много в основном это были практики бизнес и из бизнеса бизнес-тренеры которые занимались этой тематикой достаточно плотно и много практических разработок было и мы посчитали что в общем то работа должна пройти хорошо но мы столкнулись с рядом подводных камней которые привели к тому что вся наша работа не просто застопорилась а мы начали очень жестко и очень конечно да тайм-менеджмент и срыв сроков но тем не менее это такая угроза над нами нависла и об этом честно надо признать и что было то было по каким причинам это произошло я расскажу чуть подальше когда подойдем к той технологии которую мы избрали но все закончилось благополучно учебник был написан даже был признан лучшим учебным пособием по тайм-менеджменту и за счет чего нам удалось избежать этих этой неприятности завалить проект я вам чуть попозже расскажу то есть мы вы поменяли технологию подготовки учебного издания и это сработало и в дальнейшем мы эту технологию сейчас применяем когда работаем со авторстве даже при написании статей мы стараемся использовать элементы не скажу что все технологии но элементы этой технологии это реально позволяет сокращать и труд и затраты и временные затраты и укро и укладываться в сроки и буквально за 10 лет неоднократно мы к применению этой технологии прибегали что это такое я расскажу чуть попозже а вот с чем что за это время удалось узнать и с чем приходилось сталкиваться и что взяли на вооружение вот эти вот моменты то что позволило выйти из этого пике я вам сейчас и расскажу начну во первых написание практически практически всех наших книг оно шло в соавторстве и немножко так теории без этого никуда соавторство это факт создания произведения двумя или большим числом авторов и важно помнить что факт соавторство устанавливается не по процессу работы а по результату вот это один из пунктов по которому самом начале нашей соавторской работы возникали премии возникали разногласия да то есть творческое участие в создании представленных в произведении в книге монографии процессов фактов принципов идей это еще не авторство и даже не соавторство поэтому входя в коллектив соавторов или набирая коллектив соавторов очень важно в самом начале определить роли и понять вообще какое место вы занимаете вы являетесь техническим специалистом либо действительно соавтором этого произведения вот это то по поводу чего в самом начале у нас с некоторыми соавторами и начинали возникать разногласия соответственно недопонимания и соответственно были был такой момент изменения в соавторском коллективе важно помнить что автор соавтор и правообладатель это понятие не идентичное изначально да автор является правообладателем но один человек в одном лице может совместить в себе все эти три роли например если автор написал статью в соавторстве с другим человеком то помимо автора он будет и соавтором и правообладателем одновременно и понятие соавтор и правообладатель они закреплены в гражданском кодексе рф статья 1258 это понятие соавтор граждане создавшие произведения совместным творческим трудом признаются соавторами независимо от того образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей каждая из которых имеет самостоятельное значение вот это тоже важный момент про неразрывное целое единое и неделимое и делимое с этим тоже пришлось столкнуться и это важно тоже понимать когда мы работаем или начинаем работать в соавторском коллективе и в статье 1229 гражданского кодекса приводится определение понятия правообладателя гражданин или юридическое лицо обладающие исключительными исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации в праве использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым непротиворечащим закону способом это может быть и физическое и юридическое лицо получившее исключительное право на произведение или которым исключительные права перешли по закону чаще всего право вот здесь происходит разделение ролей когда мы подписываем договор с издательством правообладателем как правило является издательство где издается эта книга ему передается исключительные права авторство у нас конечно и соавторство никто не отбирает но правообладателями мы уже не являемся правообладателем является то издательство где книга у нас публикуется вроде бы простые вещи но важно это в самом начале понимать и потом не забывать и доводить до сведения всех соавторов в процессе использования вот этого результата интеллектуального нашего труда могут возникать различные нюансы которые важно учитывать и помнить и если мы создаем произведения в соавторстве а правообладателем является издательство вот здесь в процессе использования уже готового продукта могут возникать ситуации когда нам потребуется использовать книгу в своих целях например при создании электронного курса необходимо было разместить дополнительный и учебный материал основной и дополнительный материал и когда встал вопрос воспользоваться учебным пособием соавтором которого я же и являюсь мы столкнулись с тем что это влечет за собой очень большие организационные юридические трудности правообладатель издательства соответственно заказчик электронного курса должен согласовать этот вопрос с правообладателем и помимо этого еще каждый из авторов должен дать свое юридически оформленное разрешение на то что это учебное пособие будет представлено в данном электронном курсе хотя просто взять pdf файл книги и выложить нет нельзя оказывается нельзя и от этой идеи пришлось отказаться просто обошлись ссылками на электронную библиотеку где представлено наше произведение вот только таким образом распоряжаться мы им уже не можем и чем больше количество соавторов иногда говорят что легче написать в авторстве или в соавторстве с точки зрения согласования вот этого множества вопросов потом в процессе использования уже результата вроде бы совместной деятельности лучше об этом подумать с самого начала в соавторстве да такие вопросы возникают и возникают достаточно часто что считать совместным творческим трудом для того чтобы труд считался совместным необходимо наличие устного или письменного соглашения между соавторами вот с юридической опять же с юридической точки зрения второе оно предпочтительное при этом не обязательно чтобы соавторы создавали произведение в одно и то же время находясь в одном и том же месте распределенная удаленная работа благо нам позволяет использовать различные возможности удаленных коммуникаций но такое соглашение обязательно должно быть если его нет то соавторство не возникает ну например статьи для одного и того же сборника которые мы пишем достаточно часто там сборники конференции или сборники каких-то трудов да но при этом если между авторами разных статей нет соответствующего соглашения то они с авторами не считаются так как создавали это произведение независимо друг от друга не считается соавторством также в случае когда одно произведение создано на основе уже имеющегося другого ну тут скорее подойдет аналогия из мира песен да мелодия написана к давно уже существующим стихам соавторство на стихи естественно не возник и напротив когда авторы договариваются о создании произведения и создают это произведение совместно это будет признаваться соавторством и по поводу соглашения по поводу соглашения может быть письменным и устным хотя преимущество конечно за официально оформленным письменным соглашением но вот по собственному опыту могу сказать у нас вот эти соглашения между соавторами они существовали в устной форме ну просто так уж сложилось что коллективы у нас в основном были небольшие раз и второе это были уже сработанные коллективы единомышленников поэтому ну такой необходимости честно говоря не возникало хотя хотя ну следуя пословице доверяй но проверяй все таки лучше письменно фиксировать потому что опять же ряд разногласий потом все равно всплывал небольшие разногласия были ну благодаря тому что коллективы небольшие и в общем-то все в одной упряжке нам удавалось эти вопросы не доводить до уровня конфликтов и разрешать мирным путем но все таки для себя я вот эту заметку заметочку сделала все таки все таки все таки все таки да все таки письменно хотя письменная фиксация у нас наверное была с помощью опять же емейла письма согласен не согласен вот такие-то условия да то есть где-то неформальная письменная фиксация она все-таки проходила так и по поводу соавторских соглашений их может быть два вида соглашение о создании и соавторское соглашение о результате составляется уже на результат вот соглашение о создании это то о чем мы сейчас начали с вами говорить оно это соглашение на процесс на процесс создания такое соглашение о заказе так и что-то у нас У нас появилась в чате Антонина Вячеславовна. Куча, по-моему, восклицательных знаков. Не совсем поняла, к какому куску текста это относится. Это хорошо или плохо? Антонина Вячеславовна, если можно, чуть-чуть в паре слов подробнее. Так, и Евгения Юрьевна. У нас говорили, что оптимальное количество авторов не больше трех, то есть кто перечисляется после первых трех, как бы все равно не учитывается. А, Евгения Юрьевна, да, хороший комментарий, кстати. Те, кто после первого автора или после первых трех попадают в библиографических описаниях, если вспомните, Идере, да, во всех описаниях Идере. Вот в силу своей фамилии, ее место расположения в алфавите, я как раз в эти Идере и попадаю. Уже подумала, не сменить ли мне, не взять ли мне псевдоним Татьяна Идр, да, чтобы немножко так повыше подняться в строчках. Да, действительно, попадаем в эту строчку, потом возникают проблемы, могут возникать проблемы с идентификацией и с привязкой статей. Помните, в e-Library, когда мы с вами рассматривали работу с e-Library, там есть такой пункт «Непривязанные работы». Да, и вот в этом случае, если вы пятый, шестой, седьмой, восьмой соавтор, то, скорее всего, вы вот цитировать эти работы будут, но к вам их могут не привязывать автоматически. Поэтому приходится вручную выбирать, и я так отлавливала несколько позиций, привязывала к себе, но потому что я точно знаю, что это соавтор, это наша книга, ее цитируют, ну, конечно, как. Но да, такой нюанс есть. И что касается, кстати, соавторского соглашения, вот этот пункт может быть там зафиксирован как раз. Если обратите внимание на книги «Тайм-менеджмент. Полный курс», которая выросла из учебного пособия и стала уже таким самостоятельным деловым бестселлером, там есть нарушения в библиографическом описании. Вот если так чисто формально посмотреть, фамилии авторов идут не совсем по алфавиту. Да, схитрила Евгения Юрьевна как раз к вашему комментарию. Моя фамилия идет третьей, хотя должна была бы идти четвертой. Это зафиксировано в авторском соглашении, которое мы подписывали с издательством. Исходя из объема выполненных работ, из объема вложенного труда, из долей, посчитали возможным указать фамилию прежде, чем четвертого с автором. По согласованию, опять же, с авторами, по согласованию с издательством. Но вот этот момент, он присутствует. И вот какое уже переиздание, я не помню какое, наверное, с 2013 года, сколько их там было, и допечаток тиражей. Везде вот этот порядок, он сохраняется. Вот для чего еще нужно авторское соглашение. То есть это было все сделано, это не ошибка, это все было сделано по согласованию со всеми заинтересованными сторонами. И еще несколько слов про авторские соглашения. Соглашение о создании. Что оно дает? Оно заключается на процессе, и оно дает право участвовать в процессе создания произведения. Но автоматически право на авторство оно не дает. Оно сохраняется до момента создания соавторского соглашения. И заключение вот этого соглашения договора с автором чаще всего оно заключается с издательством. Вообще есть два варианта, как подготовить книгу. Либо заключается, мы работаем уже на издательство, вот это тот случай, с которым мне и приходилось иметь дело. То есть заключались договора с издательством, был заказ. И с этой стороны, конечно, все проходило гораздо проще и быстрее, чем если бы написать книгу, а потом искать издательство, где бы ее разместить. Вот это, на мой взгляд, несколько трудоемкий и, не скажу ошибочный, каждый выбирает свой путь, но создающий дополнительные проблемы путь. Потому что в каждом издательстве есть свои требования, есть свои нюансы, которые хорошо бы учитывать с самого момента, с самого начала подготовки материалов, подготовки рукописи, чтобы потом не переделывать, а иногда и переписывать все заново. И готовую книгу могут не взять, если она не соответствует тем требованиям, которые предъявляет издательство. Потому что, и в этом случае, если мы работаем с издательством, вот это соглашение о создании, издательский договор, он заключается с каждым соавтором, если мы говорим о коллективе. И в этом договоре, это договор на процесс создания. И в этом договоре указаны все соавторы, которые будут участвовать в разработке этого произведения. А вот этому предшествует очень порой трудоемкая и времяемкая работа. Это и подбор авторского коллектива, составление утверждения план проспекта и издания, при необходимости его рецензирования, корректировки. Иногда рассмотрение пробных глав будущей книги просят предоставить часть материала для того, чтобы посмотреть, насколько коллектив соавторов может работать в соответствии с требованиями, предъявляемыми издательством. Но в нашем случае этого практически не, только в первом случае это было, а нет, в двух, когда мы писали детскую книгу, там да, просили показать образец хотя бы первого, первого, там не глава, там уроки, первого урока. Так как она в двух частях для учеников и методические рекомендации для преподавателей и родителей, то и там, и там, и то, и другое нужно было показать. А вот с Альпиной, где выходила наша книга по тайм-менеджменту, полный курс, там они уже были знакомы с учебным пособием и просто попросили переделать его под требования издательства, сделать более бизнесовым. То есть фактически они уже были знакомы с содержанием и такого требования не было, рассмотра пробных глав мы не писали отдельно. А вот после того, как план проспект рукописи уже утвержден, вот после этого только и заключается договор о создании. Смысл этого договора, он называется авторский, если работает коллектив, то с каждым соавтором заключается отдельно договор и в нем указывается, кто является соавтором. Я помню, что мы его подписывали все каждому, каждый каждому подписи своей ставил, что мы согласны с этим. И смысл этого договора в том, чтобы сформулировать требования к будущему произведению, определяются права и обязанности каждой стороны. И поскольку авторское право не предусматривает заключение договора на использование произведения, которого еще нет, но может быть создано в будущем, то предусматривается такая возможность заключения авторского договора заказа. Это называется авторский договор заказ, по которому и создается конкретное произведение с целью передачи его издательства для использования. И подписывается всеми сторонами и в любом случае до подписания договора с автором, при этом еще издательство выясняет принадлежность исключительных прав на произведение, если оно уже существует, как было в нашем случае с учебным пособием, которое мы переделывали в деловое, проверяется, есть ли исключительные права, есть ли другие правообладатели, и наличие любых договоров на это произведение, ежели такие таковые существуют. Но вот это соглашение о создании может быть заключено не только между соавторами и издательством, но и между соавтором и соавтором. То есть если выбрали такой путь, что сначала мы создаем книгу, а потом мы ищем издательство, куда ее разместить, в этом случае подобный договор имеет смысл заключать соавтором между собой. Типовые договора, они есть в интернете, можно найти, есть эти шаблоны, есть образцы, их можно брать, единственное, немножко переделать под условия работы, под издательство у нас уже там не будет фигурировать. А вот второй шаг – это соавторское соглашение. Это уже на договор, который заключается на результат, на то произведение, которое было создано в процессе. И здесь важно помнить, что есть два вида соавторства. Есть соавторство делимое и неделимое. Вот это тоже хорошо бы определить с самого начала, потому что потом распределение ролей между соавторами, оно будет, тоже будет взаимосвязано с тем, какое произведение мы создаем. И наоборот, какие роли будут исполняться авторы, будет влиять на то, какое произведение мы получим. Делимое произведение – это, ну давайте возьмем пример, например, онлайн-курса, где есть несколько соавторов, каждый из них делает свой модуль, отрабатывает свою тему, при этом каждый из них сохраняет за собой право использовать свой разработанный модуль в своих целях. Он может его изымать из курса, но при этом целостность самого курса не пострадает. Либо ущерб будет минимальным, минимизирован. Вот это делимое соавторство. Часть произведения каждого автора может быть отделена от общего произведения и использована в отдельности. Особенность делимого соавторства в том, что соавтор имеет право использовать свою часть независимо от других соавторов и самостоятельно. То есть не значит, что захотел, взял, вынул, никого не уведомнив. Естественно, уведомление должно быть, но я имею на это право и я это делаю. Вот, например, один из онлайн-курсов, который мы создавали в соавторстве, было несколько преподавателей из разных вузов, разных регионов нашей страны. У каждого была своя тема и там действительно вот такое делимое соавторство. То есть модули, они вроде взаимосвязаны между собой, да, но при условии изъятия какой-то части курса, весь курс, целостность его не страдает. Ну, минимально, да, потому что переоценку, перерасстановку баллов, балльная рейтинговая система, там, конечно, придется сделать, но минимально, по сути нет. И неделимое произведение – это произведение, части которого не могут использоваться отдельно, без нарушения целостности самого произведения. Ну, например, вот когда писали книгу для внеурочки «Детский тайм-менеджмент», там была ситуация, когда историю, там, про Федию Забывакина, писали три автора. Ну, вот так уж сложилась часть работы мы выполняли, по принципу, все делают все, и это был такой результат совместного креатива. Соответственно, я знаю, естественно, какую часть этой истории писал, например, я, или какую часть писала моя коллега. Если кто-то из нас захочет изъять часть, свою часть из вот этого куска, то, естественно, рассыпется не только вся история, рассыпется весь урок и потащит за собой еще несколько уроков, потому что там есть такие продолжающиеся сюжеты по нескольким темам. И, естественно, это нанесет урон и ущерб целостности всего произведения. Поэтому есть части, которые не могут быть использованы отдельно без искажения смысла полного произведения. Вот это неделимое. И шаблон для соглашения о соавторстве, я вам здесь привожу, ссылка есть. Если хотите, сейчас я посмотрю. Да, могу ее скинуть в чат. Давайте я вам кину. Вот этот вот шаблон на соглашение о соавторстве, он можно, например, вот скачать по этой ссылке. Нормально расписано, нормально написано. Да, Евгения Юрьевна, Кагелий Лисак. Совершенно верно. Вот чаще всего, кстати, неделимое произведение относится к разряду все-таки художественной литературы. В учебных пособиях, в монографиях, там все-таки чаще всего, если есть коллектив соавторов, там чаще всего делимое, да, делимое соавторство. Но, тем не менее, есть вот такие вот моменты, когда даже вот малую часть вытащить нельзя. И особенности делимого и неделимого соавторства. Что у них общего? Ну, первое. Право на использование произведения принадлежит всем соавторам совместно, вне зависимости от того, какой вид соавторства у нас присутствует. Доходы между соавторами на общее произведение распределяются, вот здесь тоже важный момент, поровну, если с авторским соглашением между ними не предусмотрено иное. Вот для чего еще нужно заключить соавторское соглашение. И исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов. Ну, если оно не было передано, естественно, организации, тому же издательству, либо другим физическим лицам. И каждый из соавторов имеет право самостоятельно защищать свои права. Ну, если он считает, что они были ущемлены. Без согласования с другими соавторами. А вот что у них отдельного, что у них различного, так это то, что в делимом соавторстве своя часть произведения может использоваться каждым соавтором самостоятельно. Соавторство может быть прекращено соглашением сторон. То есть я могу перестать быть соавтором этого произведения, выйти из него, забирать или не забирать свою часть. Это уже другой вопрос. Но все это решаемо. И при использовании только своей части произведения соавтор получает вознаграждение только для себя. Если, например, из общего, ну так немножко к онлайн-курсам, мостик перекидываем, если я изымаю свой модуль из общего разработанного совместного курса и начинаю использовать его самостоятельно, то вознаграждение получаю уже я, но только за свою часть. И неделимое соавторство. Если хотя бы один из соавторов против, то вы не имеете права использовать произведение. Если, да, соавторство не может быть прекращено по соглашению сторон. И поскольку произведение составляет неразрывное целое, то оно может использоваться только совместно. Соответственно, и вознаграждение выплачивается только на произведение целиком, а не за каждую часть. То есть совместно всем соавтором. Но в соответствии с теми положениями, которые зафиксированы в авторском соглашении. Для чего еще нужно соглашение о соавторстве? Если у вас нет письменного соглашения с вашими партнерами, то имеет смысл его все-таки заключить. При работе под заказ с создательством это гораздо проще. Оно уже автоматически заключается. Если этого нет, конечно, законодательно никто не может обязать соавторов на подписание таких бумаг. Это право, а не обязанность. Но наличие письменных договоренностей всегда лучше, чем их отсутствие. Тем более, что все может измениться в нашей жизни и в бизнесе в том числе. А книги мы, как правило, пишем не только для самореализации, удовлетворения своих моральных амбиций или желаний, реализации мечт. Но и все-таки есть какое-то предположение о получении материального дохода. И может сложиться такая ситуация, что создав большую часть произведения, вы создаете большую часть произведения, занимаетесь почти всеми финансовыми, организационными, коммуникационными и прочими вопросами, касающимися и подготовки, и использования произведения. А при этом ваш соавтор не претендует на вознаграждение. Использует, например, это соавторство только для раскрутки своего имени. И вы уверены, что вознаграждение, устная договоренность есть, будет только вашим, и, по крайней мере, большая его часть достанется вам. Но с юридической точки зрения здесь нет никакой гарантии, что завтра, когда вдруг совместный труд, не дай бог или слава богу, начнет приносить большую прибыль и известность, то ваш соавтор не потребует половину, как положено по закону, прибыли заработанного. И по закону он имеет на это право. Если не оговорено отдельно в соавторском соглашении процент или доли, в соответствии с которым происходит начисление денежных выплат, то по умолчанию 50 на 50. И с моральной точки зрения, да, это, конечно, не очень приятно, но с юридической он будет прав, он имеет на это право. Поэтому, чтобы обезопасить себя от таких нюансов и от возникновения конфликта в будущем, лучше заранее заключить соглашение о соавторстве. Это, знаете, такие договоренности на берегу. Лучше договариваться на берегу и не бояться того, что делим шкуру неубитого медведя, а вдруг не пойдет. А вот если пойдет, тогда уже решать будет поздно. Когда необходимо соглашение о соавторстве? Если вы вкладываете в создание больше, чем ваш соавтор, выполняете наибольший объем работ, это важно учесть, произведение, над которым вы работаете совместно с автором, для вас представляет большую ценность, чем для него. И произведение, написанное в соавторстве, приносит большой прибыль. Либо потенциально может принести. Вот тогда да. И такое соглашение дает несколько положительных моментов. Во-первых, получить свое законное вознаграждение в полном объеме, так как зафиксировано в соглашении, снижение конфликтов, полное их избегание. Больше шансов защитить свои права в суде, если, не дай бог, возникнут какие-то трения, это уже является официальным документом. Ну и возможность урегулирования спора мирным путем без обращения в суд. В конце концов, это перевод отношений с вашим соавтором, в разряд таких деловых, партнерских отношений. Ничего страшного в этом нет. И в соавторском соглашении можно учесть все мелочи, все возможности. В том числе и то, о чем писала Евгения Юрьевна, очередность написания соавторов, что, собственно, и было сделано, например, в нашем произведении. Рамки использования произведений тоже может быть оговорено в авторском соглашении. Кто, когда, как, для каких целей. Создание утверждения обложки, кто какие вопросы решает, кто занимается взаимодействием с редакцией, кто занимается корректировкой в соответствии с замечаниями на этапе уже редакторской обработки, редактор-издательского цикла. Вот это все прописывается в авторском соглашении с тем, чтобы потом не возникало конфликтных ситуаций. И здесь есть возможность установить величину вклада каждого соавтора и в случае делимого, и в случае неделимого соавторства. И здесь важно помнить еще один момент. Кроме соавторства, есть еще так называемая техническая помощь. Человек, осуществляющий ее, соавтором не является. Что это может быть? Это поиск, подбор материалов, разработка, вычерчивание, создание различных схем, диаграмм, иллюстрации и прочее. Исполняющий такие работы специалист, соавтором не является. Но в этом случае, как правило, заключается договор возмездного оказания услуг. Мне приходилось быть и таким техническим, можно сказать, соавтором в кавычках, техническим соавтором. И при разработке электронных курсов, работа под заказ, и помощь нашему уважаемому автору в поиске интересных материалов, исторических врезок, каких-то вкусностей под его главы. В этом случае, да, мы заключали договор возмездного оказания услуг. И с самого начала это уже оговаривалось. Я знала, что моя фамилия на обложке стоять не будет, хотя там объем работ приходилось выполнять достаточно большой. Все вот эти вот нюансы, они также лучше фиксировать на договорной основе. Тогда и вы спите спокойно, и ваш заказчик в данном случае, ну, можно сказать, соавтор по духу, но, в принципе, официально, юридически он является заказчиком, тоже может спокойно жить. Вы просто выполняете свои условия по договору. И какие... Вот это тоже, кстати, иногда при вхождении в соавторский коллектив, либо при приглашении людей на выполнение технических работ, очень важно им дать понять, что это не соавторство, это не влечет автоматического включения их в список соавторов, и их фамилий на обложке не будет. Это просто техническая работа. Хотя техническая, ну, там столько креатива иногда приходится проявлять, да, что в куру самостоятельно можно написать книгу. И опять же, использование найденных материалов. Вот это тоже важно зафиксировать, даже если вы выполняете технические работы. Либо вы являетесь соавтором. Лучше либо в соавторском соглашении, либо в договоре оказания возмездных услуг, этот пункт тоже зафиксировать. Имеете ли вы право использовать те материалы, которые вы находитесь для создающегося произведения в своих целях, но не в том виде, в котором они войдут в это произведение. При создании онлайн-курсов, кстати, тоже мы этот пункт отражали в договоре, что материалы я имею право использовать в своем учебном процессе, те, которые я готовлю для онлайн-курса, для заказа, но не в том виде, в котором они будут существовать в этом курсе. То есть на черновики, на исходники, на первоначально найденные материалы я стараюсь вот этот пункт в договоры включать и сохранять. Даже если я передаю этот материал автору, все равно право на черновой вариант я стараюсь за собой оставить. И роли соавторов. Какие роли может в коллективе выполнять соавтор? Соавторство нескольких видов. Первый вид, вторая голова. Это идеальный вариант соавторского коллектива, когда все участники дополняют друг друга, есть конструктивное взаимодействие в силу общности. Вот это один из вариантов, который у нас был. Кстати, они могут существовать и в чистом виде, и может быть смешение нескольких ролей. Вот здесь это идеальнейший вариант, который встречается не очень часто, но я считаю, что мне повезло поработать вот в таком коллективе. Где есть общность взглядов, одна среда, примерно одинаковый уровень образования, общие ценности. Вот как раз приводили пример Ильф Петров, братья Стругацкие. Вот примерно что-то, что-то типа этого, это как раз пример такого, такого вида соавторства. Очень творческий, очень креативный, но это не значит, что конфликтов или споров по поводу в процессе работы возникать не будет. Будет и еще как, потому что все люди творческие, очень эмоциональные, и к этому тоже надо быть готовы. В любом случае, когда вы работаете в соавторстве, технологию разрешения конфликтов и предотвращения конфликтных ситуаций стоит изучить, повторить и взять на вооружение. Второй тип, вторая роль, которую часто выполняют, встречаются в соавторском коллективе. Ну, я ее так назвала из Аура, и рабыня из Ауры, и помните, хижины дяди Тома, по-другому это называется еще литературные негры. Когда именитый автор не имеет времени, а может быть и желания на рутинную работу над книгой, он находит выход переложить это на соавтора. И тогда происходит разделение ролей. За ведущим автором остается концепция, стратегия, план, различные презентации, выступления, то есть такое продвижение своим именем этого труда, имя становится, его имя в этом случае, в любом случае, будет стоять первым. Книга может выходить под его редакцией, одновременно он является менеджером проекта, а всю остальную работу делает вот тот самый соавтор, которого взяли в этот тандем. Ну, понятно, что объем, объем работ на кого, самый большой объем упадет. Тут надо тоже понимать, на какую роль вас приглашают. И, кстати, вот авторское соглашение, это как раз очень хороший способ зафиксировать и понять, зафиксировать тот объем работ, который вы будете выполнять, чтобы не превратиться по ходу дела в такого вот литературного работника. Старший товарищ. Вот это не очень хороший вариант соавторства. То, чего, кстати, чаще всего и хотят начинающие авторы. Но это понятное желание найти более опытного, который научит, который поможет, который ведет и продвинет. Но при этом каждый из авторов предполагает, что самую тяжелую или неинтересную часть работы будет выполнять другой. Ну, дописать там десяток-другой тысяч знаков в текст, доработать главу, оформить ссылки, списки источников, найти информацию, выполнить какую-то техническую работу. И при этом, если такой старший товарищ осознает, что он более опытен, успешен и профессионален, чем его соавтор, то он либо может отказать в сотрудничестве, либо будет выставлять свои условия. Вот здесь очень большой риск превратиться вот в ту самую роль номер два. И даже если он согласится, то начинается такой пинг... Может, еще один негативный исход, когда начинается пинг-понг, такое перекидывание работ, которые делать никому не хочется и неинтересно. В результате результат нулевой. Ну, либо разгоревшийся конфликт и обиды на всю жизнь. Вот в этом случае, опять же, авторское соглашение и соглашение о создании, и авторское соглашение... Пожалуйста, иначе эта ситуация у нас вот так и зависнет. Следующая роль, с которой мы будем... Можно столкнуться... Да, так... Герой отпущения чаще всего возникает в уже сложившемся коллективе, поэтому, когда вас приглашают в соавторы в уже сложившийся коллектив, обратите внимание и очень внимательно посмотрите, не приглашают ли вас на эту роль. Ответственные за ненаписание книги. Часто происходит внутри коллектива, когда написать надо по плану, ни сил, ни времени, ни желания на это нет, либо в силу каких-то конфликтных ситуаций все уже зашло в такую глубокую пике, из которого выбраться невозможно, и понятно, что срыв сроков будет, исправить это уже никак, и нужен кто-то, кто разделит или возьмет на себя ответственные за эту не книгу. Очень часто такие ситуации могут происходить, часто это происходит, например, в IT-сфере при разработке продуктов, берут того, на кого потом можно будет перекинуть долю или всю ответственность, поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание, особенно, когда вас приглашают в сложившийся коллектив. И последняя роль локомотив. Очень хороший старт для начинающих авторов может получиться тогда, когда его соавтор это именитый авторитетный профессионал, и в таком тандеме с ним можно заявить о себе. Вот такой используется этот способ, используется как способ раскрутки и продвижения, очень популярен, например, на Западе. Но при этом есть одно но. Начинающий автор должен быть по-настоящему креативным, интересным, потенциально сильным, чтобы заинтересовать такого авторитетного профессионала, разделить с ним обложку. необходимо заинтересовать человека. Если наш именитый автор еще в тренде, но уже чувствует, что не успевает за тенденциями рынка, или наступает уже, как говорят, исписался, и начинает исписываться, какой-то креативный тупик, нужна свежая кровь, новые идеи, а они есть у начинающего, но не именитого автора, тогда да, вот этот тандем может очень хорошо сработать. У одного есть аудитория на проблемы с идеями, у другого наоборот. Но здесь нужно быть готовым делить свои гениальные идеи с другим, и в таком случае авторство делится пополам. Но это один из хороших способов в нашем дружном коллективе, наших дружных коллективах с автором было соединение первого и последнего, так уж получилось, последних ролей. Это и две головы, одна голова хорошо, но четыре лучше, и плюс еще роль локомотива. И две модели работы в с автором коллективе чаще всего используются, с которыми можно столкнуться. Либо все делают все, либо разделение ролей. Вот непосредственная работа все делают все, чаще всего встречается при работе над неделимыми произведениями, чаще всего в художественной литературе, те же братья Стругацкие, Ильф Петров и так далее. А разделение ролей чаще встречается в научной среде, так как он более приемлем для профессионалов, дополняющих друг друга. Каждый все-таки больше профессионал своей какой-то узкой теме, либо какие-то отдельные аспекты одной и той же темы может рассмотреть более глубоко. И по работе все делают все. Вот этот способ мы тоже применяли в самом начале, и я так подразумеваю, что одна из причин ухода в глубокое пике, она как раз была связана с тем, что мы начали не с разделения ролей, а вот по тому принципу, который представлен на этом слайде. Каждый элемент работы согласовывался. Это очень долго. В начале работы у нас было больше, чем 4 соавтора, потом сократилось до 4. И пока со всеми все согласуешь, пока найдешь консенсус, пока придешь к единому решению, пока ну не на каждом слове, но по самым мельчайшим деталям, это занимало огромное количество времени и сил. Поэтому, вот может быть, еще поэтому, Евгения Юрьевна, количество соавторов больше двух-трех, это уже становится проблематичным. ну и по разделению ролей, по разделению ролей, это тот способ, к которому мы перешли, то есть каждый из соавторов выбрал те главы, в которых он наиболее силен, разделили уже по главам, и каждый писал свою, выполнял свою часть работы, свой кусок. Здесь уже пошло немножко побыстрее, потому что был уже договор с издательством, уже был установлен известный шаблон, по которому должны строиться все главы. И здесь вот для написания монографии, для написания например тех же учебных пособий это все-таки более приемлемый способ. А когда все работают на все делают все, может получиться такой интересный пример, который приводит в своей книге Георгий Данелли, как он писал о совместном писательстве. Писали сценарий так, я сидел за машинкой и печатал одним пальцем, а Таланкин задрав ноги лежал на диване, работали дружно, Таланкин сочинял. Колокольня стремительно уносилась вверх. Казалось, по небу плывут не облака, а колокольня плывет в них. А мне лень печатать одним пальцем столько лишних слов, и я печатал просто колокольню. Вот при совместной работе такие ситуации возникают достаточно часто, и нужно быть готовым к тому, что ваши гениальные идеи, то, над чем вы не спали три ночи и вам кажется, что вы написали гениально, другими соавторами будет отвергнут. То есть готовность к восприятию критики и коренному пересмотру созданного вами текста в соавторстве это возникает сплошь и рядом. Но с другой стороны это и хорошо. Свежий взгляд со стороны это то, что позволяет создать действительно востребованное произведение то, которое читатели будут читать, избавиться от некоторой, может быть, зашуренности или замыленности, которую у авторов присутствует. Мне кажется, что это гениально, на самом деле тебе говорят, нет, это полная ерунда, надо переделать и переписать. Обидно, да, обидно, но эмоционально к этому нужно быть готовым. И точка зрения разных соавторов, разных людей, это, конечно, ой, прошу прощения, это важный плюс, который есть только в соавторстве. Какой способ нам помог? За время работы в коллективе мы выработали свою технологию соавторства, это сочетание жесткого и гибкого подходов к организации творческой совместной деятельности. Первое, с чего мы начинали и на чем у нас произошел вот этот срыв в пике, мы использовали жесткий подход, такой, каскадную модель создания работы над проектом, а любая книга это проект, основанный на календарном планировании, графике Ганта, то есть четкая последовательность этапов, шагов и жестких сроков выполнения, но здесь был один минус. Во-первых, у нас было очень большое количество соавторов, хотя все они были практиками из бизнес-среды, бизнес-тренерами, поэтому большое количество интересных кейсов, ситуаций, буквально из полей, это все присутствует, актуальность была хорошая, но с методологией подготовки именно учебного пособия, с особенностями они были не знакомы, со спецификой работы, это все-таки определенная специфика, это не художественная литература, и отсутствие достаточного количества времени для работы над текстами, потому что у них была очень большая занятость, в сроки они, да, укладывались, старались укладываться, но постепенно начал происходить вот этот срыв сроков, плюс изменения в жизни и в проекте происходят постоянно, и оперативно реагировать на изменения не было никакой возможности, только вот во время этих реперных точек контроля по окончании определенных этапов, и те трудности, которые возникали, например, по ходу работы у каждого автора не было возможности их оперативно отследить, поэтому для выхода из пике и для дальнейшего использования в практике подготовки таких вот совместных творческих произведений мы использовали еще технику скрам. Скрам это четко прописанный свод правил организации работы, четкая структура ролей со своими правами, обязанностями, есть определенная терминология, и это один из самых популярных на сегодняшний день гибких методологий, которая может позволить легкое управление проектом, управляя самим процессом. Что характерно для этой модели? Это частые итерации небольших объемов работ, плюс регулярные встречи и обсуждение хода работы возникающих трудностей, что позволяет обеспечить гибкое реагирование на изменения обстоятельств и возможность оперативного внесения изменений, в том числе и в план работы. Более подробно я сейчас про этот метод рассказывать уже не буду, вдаваться в подробности владелец продукта, скрам, мастер, суть метода, просто скажу про суть метода, она заключается в следующем, работа над проектом строится из серии коротких спринтов или коротких перебежек, коротких промежутков работы, и каждый спринт это определенный отрезок времени, в течение которого создается законченный продукт, условно, не целиком вся книга, а это может быть, если мы писали по главам, то это может быть отдельный параграф, потому что каждая глава состоит примерно из одинакового количества параграфов, так было в условии договора заказа с издательством, количество глав уже утверждено, когда есть план проспект, здесь работы гораздо легче выстраивать, и в каждой главе должно быть определенное количество параграфов, примерно плюс-минус один-два, поэтому в качестве спринта это были отдельные параграфы, и вот они уже являются как раз тем самым законченным продуктом, то есть, например, у нас строилась работа по неделям, за неделю нужно было написать один параграф со всеми примерами, историческими врезками, иллюстрациями и так далее, и в течение недели все соавторы работают в своем удобном для них режиме, то есть, такой гибкий вариант, завершается все встречи, команды и презентации своей части вот этого готового продукта и совместным обсуждением, при этом в процессе, вот это вот и был спринг, то есть, это позволило нам более выйти из этого пике и уложиться в сроке, то есть, даже находясь на грани срыва срока, это позволило как-то дисциплинировать, наверное, работу команды, и в то же время, в процессе работы каждый день у нас было пяти-десяти минутные созвоны, ну, не обязательно встречи, обычно в классическом скраме это вот встречи команды, но мы такой возможности не имели, поэтому пользовались скайпом, удаленными такими встречами, тем более демонстрации рабочего стола, ничего сложного здесь нет, очень короткие, не больше десяти, максимум пятнадцать минут, для чего это делалось, во-первых, да, с точки зрения дисциплины, кто работал, не работал, если не работал, то почему, все возникающие проблемные места, все возникающие вопросы удавалось снимать достаточно оперативно, уже не дожидаясь окончания спринта по ходу, ну вот не пишется, не знаю, как здесь развернуть сюжет, или я не знаю, здесь надо проиллюстрировать, а какой пример подобрать, никаких мыслей на эту тему нет, человек не сидит, не ждет неделю, все решается по ходу, тут же можно провести такой небольшой микромозговой штурм, и найти решение вопроса, вот это, тем более, что в окончательном, в окончательной команде наших соавторов у нас осталось 4 человека, из которых двое были из академической среды, и двое из сферы бизнеса, то есть соединение практики и теории, оно оказалось в нашем случае достаточно оптимальным, кстати, для написания коллективных работ очень хорошо еще смотреть на такой бэкграунд, каждого соавтора, и применение вот этой технологии скрама, оно позволило нам очень быстро, во-первых, выправить ситуацию, во-вторых, мы ее издать в срок в учебное пособие, а затем мы уже с самого начала ее использовали и при написании остальных работ, и в одной команде, и в другой команде у нас вот эта технология, она работала, хотя с небольшими изменениями и дополнениями, потому что классического скрама у нас просто не могло получиться за счет малочисленности нашего коллектива, но за вот эти почти более чем 10 лет такой периодической, периодических встреч и совместной работы в соавторстве, мы убедились, что этот способ, он, достаточно такое время для апробации, он работает и для небольших творческих коллективов, единственное, нужно вносить небольшие изменения и дополнения, например, может происходить совмещение нескольких ролей, потому что в скраме четко распределяются роли, кто что делает по управлению проектом, здесь их приходится совмещать, но более подробно вот скоро должна выйти статья, как раз по использованию скрама для создания учебно-методических посудей и для создания написания монографий, для такого совместного творческого труда, и там более подробно уже можно будет посмотреть и про саму методологию и про примеры, мы постарались эти примеры подробно описать, как это происходило, как выйдет, можно будет познакомиться. но жесткий график, вот то, что создавалось с помощью графика Ганта, основанный на календарном планировании, никуда не девается, на этапе подготовки очень хорошо идет скрам, но когда все переходит уже в фазу издательского цикла, и мы начинаем работать непосредственно взаимодействуя с редакторами, с корректорами, с верстальщиками, то вот здесь уже вступает в силу график Ганта, то есть здесь начинается уже техническая работа. Кстати, очень хорошо, когда в коллективе соавторов есть то, что в ролевой теории Белбина определяется как доводчик, тот человек, который возьмет на себя все задачи по взаимодействию с редакцией, по подписанию договоров, по выездам в редакции, встреч, обсуждения, внесения корректировок и прочее. Конечно, редакции удобнее общаться с одним человеком, но это должен быть опять же, роль должна быть оговорена, внесена в соавторское соглашение или в соглашение о соавторстве, о создании, но такой человек очень-очень необходим в соавторском коллективе. Во-первых, это сокращает трудозатраты и сокращает количество времени. Во-вторых, быстрее проходит весь издательский цикл, но вот эти все нюансы, они должны быть опять же, оговорены, согласованы со всеми соавторами. И лучше, если это будет сделано на берегу, и лучше, если этот, как в теории Белвина называется, доводчик, будет определен уже сразу. То есть, на человека не в последний момент свалится, а давай теперь ты все заканчивай с редакции и бери на себя весь этот, это гигантский объем работы. А он изначально уже будет к этому готовиться, при этом он может являться и чаще всего является соавтором и также пишет свою часть работы, но плюс еще выполнение вот этих функций. Кстати, о теории Белвина. Если интересно, кого выбирать на такую роль доводчика, ну вот можно посмотреть, есть тест Белвина, кстати, да, оправдывает себя, действительно, одна из трех ролей, у меня, например, была доводчик, ну вот поэтому как-то сначала чисто интуитивно на меня все эти задачи падали, а потом мы уже в самом начале начали при обсуждении участия в проекте по написанию книг, уже изначально эту роль начали отводить мне, ну в общем-то это обоснованно, да, я сначала расстраивалась, потом поняла, что в общем-то это видимо судьба, потому что по теории Белвина, одна из трех ролей, она действительно такова, ну по жизни и занимаюсь всеми вопросами, даже при написании, совместном написании статей все практически взаимоотношения с издательствами это вот мне достается. Ну вот, коллеги, мы с вами благополучно сейчас подбираемся к завершению нашего сегодняшнего вебинара. то, что было узнано и через что пришлось пройти и с чем удалось познакомиться при работе в соавторском коллективе, ну вот, хотя бы основные моменты, конечно, там много различных нюансов, но вот основное то, что удалось, я собрала и сегодня вам представила. Сегодня мы с вами завершаем нашу встречу, я благодарю всех за внимание, если будут какие-то вопросы, будет интерес или возникнут какие-то вопросы именно по работе в соавторском коллективе, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте, можно сдавать сюда в чат, еще какое-то время он у нас здесь, я думаю, доступ будет открытый, потом я попрошу Павла Юрьевича сделать распечатку чата и мне ее передать, либо вот контакты, они представлены на слайде, презентацию можно скачать и по-любому из этих контактов можно задавать свои вопросы, потому что всем, конечно, поделиться сразу не получится, но я готова вам все, что есть, все, что знаю, эту информацию предоставить. Вопрос теоретический, какую книгу можно читать монографии? брошюр 120 120 страниц неисследования. Ольга Александровна, монография это на на каком основании? На основании вот того определения, монографии принято считать научный труд, написанный одним или несколькими соавторами, посвященный единственному вопросу или теме, но, как правило, вот если вы говорите про брошюру 120 страниц неисследования, как правило, это должно быть исследование, это объем примерно где-то 5 печатных листов, если я не ошибаюсь. Вот если по формальным признакам и обязательно это должно быть теоретическое либо практическое исследование, это должна быть новизна, естественно, научная либо практическая, да, и, естественно, стиль изложения научный, поэтому вот чисто формально, например, тайм-меншмент полный курс можно отнести к монографии, но все-таки это учебное пособие, и мы его называем учебным пособием, и, в общем-то, оно и значится в выходных данных, потому что, ну, по формальным признакам, да, вроде бы, подпадает, но все-таки стиль написания изложения, он иной. Да, это не, есть отступление от научного стиля изложения и подачи материалов, имеются контрольные вопросы, имеются задания, соответственно, это уже монографии в чистом виде называться не может. А вот книга Глеба Архангельского «Организация времени» идет уже как монография, да, потому что там контрольных вопросов, заданий нет, научный стиль изложения, да, больше пяти печатных листов, да, и углубленное изучение одной темы, да, плюс результаты своего исследования, которые потом могли в основу его диссертационного исследования, да, поэтому вот вот это может уже называться монографией. Да, Евгения Юрьевна, да, глубокое изучение одной или нескольких смежных тем, может быть, небольшая. Вот, да, гуманитарии вряд ли, гуманитарии точно не отделаются в генерины. Ну, Ольга Александровна, здесь надо смотреть, какая отрасль, да, естественные науки, точные науки, или же это, или же это гуманитарной науки. и был у нас еще один вопрос, сейчас я посмотрю. Ага, Александр Александрович у нас спрашивает, кто пишет статью про скрам, когда она будет напечатана. Александр Александрович, про скрам писали мы с Марианной Анатольевной и Лукашенко, когда будет напечатана, вроде обещают, в июньском номере, в июньском выпуске журнала должна выйти, возьмут научных исследований, в e-library, когда появится, не знаю, но как только выйдет, если интересно, я с вами, конечно, поделюсь. вопросов у нас вроде больше пока нет. На этом мы тогда сегодняшнюю встречу с вами завершаем, уважаемые коллеги. И, возможно, следующий наш вебинар, который запланирован, по-моему, там на 31 мая, если кто-то планирует прийти, следите, пожалуйста, за расписанием, там могут быть изменения в расписании по датам. Ну что ж, всем большое спасибо за сегодняшнее участие, за то, что сегодня пришли и присутствовали, за поддержку, за вопросы, за комментарии. И на этом нашу сегодняшнюю встречу мы заканчиваем. Еще раз большое всем спасибо, хорошего пятничного дня, хорошего вечера и прекрасных выходных. Готовьтесь к новой вебинарной неделе в Директ-Академии. И я передаю слово Павлу Юрьевичу. Но какое-то время я здесь еще буду за кадром, поэтому, если будут вопросы, пожалуйста, у меня